Квадрат. Внутри взяли две точки, ну, как и, не так важно, как, и посрединяли с вершиной. Можно ли так выбрать эти две точки, чтобы все площади были одной и той же причиной? Как здесь. Можно ли так поставить точки, чтобы все девять площадей были бы одинаковыми? Положение точек такое. Но их можно чуть-чуть видеть. Вверх-вниз, прямо-вправо. Чуть-чуть можно видеть. Вопрос. Может ли так случиться, что все площади одинаковые? Ну, а на самом деле любой нормальный человек это смотрит, видит, что нет. Ответ правильный. Нет, нельзя. Но вот тебе нужно объяснить, почему. Почему нельзя так расположить эти две точки, чтобы указанные девять площадей были бы все одинаковые? Давайте сначала посмотрим таблетки и площадь. Седьмую и шестую. Площадь треугольника это половина произведения высоты на длину основания. Да. Поэтому вот эти два отрезка равны. Это правильно. Когда треугольник разбит на два треугольника, то это медиана. Да, конечно. Нет, треугольник по площади тоже медиана. Да. Аналогично. Вот эти два отрезка равны. Да, конечно. Пройдем по треугольник. А, то есть это параллелограмм получается. Посмотрим на площадь вот такого треугольника и вот такого треугольника. Они равны. Да. Но заметите, что площадь девятого больше, чем площадь треугольника. Ну да, точно. Отлично. Хотя просто уже из-за того, что это параллелограмм, как другого числа. Потому что когда у вас параллелограмм, положенные стороны должны быть равны. Параллельно. И параллельно. Получается, что вот этот отрезок должен равняться стороне квадрата. Что ужасно. Потому что получилось бы, что эти две точки на самом деле должны располагаться. В книжке решение другое. Не думаю, что оно лучше, чем то, что вы сейчас услышали. Но оно такое. Если все части одинаковые, то они по площади все являются одной девятой. В таком случае седьмая и восьмая части – это три девятых. Вторая и третья – три девятых. Соответственно, седьмая, восьмая, вторая и третья – это четыре девятых. Но, когда у вас есть произвольный квадрат, в нем есть произвольная точка, соединенная с вершиной, то какую долю площади занимает, значит, полная площадь – это всего одного. Если вы проведете вертикаль и веризонталь, то вы обнаружите, что вот эта площадь равна этих, эта равна этих, эта равна этих, эта равна этих и друг друга. Понятно, да? А четыре девятых – это не одна вторая. Спасибо.